Телеканал КРТ представляет И я руководитель комсомола Украины, Михаил Кононович На что хочу, с чего хочу, кстати, дорогие товарищи, начать нашу передачу Все мы ждали, целые сутки ждали нападения российских войск на нашу Нэньку, на нашу Украину Седьмое число Да, и все никак не можем дождаться У меня одна знакомая позвонила, говорит Кононович, я всю ночь как дура просидела в кокошнике Где Володя? Вы понимаете, наши руководители, вот эти Не ешь папу, не ешь маму, там и остальные Я уже не знаю, как их назвать У меня один вопрос Вот один вопрос Шесть лет у нас идет гражданский конфликт на Донбассе Экономика не работает Землю мы фактически уже на угоду США продали-распродали Банковскую систему уничтожили Люди выживают как могут из последних сил У меня вот один логический вопрос Зачем сеять панику, когда люди фактически без надежды на будущее Вот это еще... Ну отвлекли внимание Отвлекли От чего? От голода? Да Кушать все равно хочется От голода, от проблем, от доллара, от тарифов, от земли Отвлекли внимание, отвлекли, вот и все Цель достигнута, достигнута Каждое правительство, даже во время беды, даже во время войны Все равно оно должно вселять надежду в людей Чем человек живет, когда плохо? Надеждой 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 Они берут и отбирают надежду И еще один нюанс Мы все время говорим не мы Мы за мир всегда И это будет неизменна наша позиция У меня вопрос к нашим властям Вот зачем говорить, что мы будем наносить ракетные удары по Севастополю? Если... Чтобы уси боялась и не насмехалась И главное, вот этот контр-адмирал Ниш Папу Он же акцентировал, что будут жертвы среди гражданского населения Мы вот этими ракетами Нептун будем бить по гражданскому населению Севастополя Вот люди по гражданам Украины, как заявляет режим Зеленского Так вот, о чем мы говорим Это бей своих, чтобы чужие боялись Мы так хотим вас вернуть Что будем вас Нептуном, ракетами Нептун Бомбить, громить город мирный, город Севастополь Вот у меня вопрос, к чему это заявление? Это контр-адмирал Это не бабка с Бессарабки Да у бабки с Бессарабки мозгов больше, чем у контр-адмирала украинской армии Как мы видим Вы понимаете, я вот диву даюсь Вы понимаете, просто даюсь диву Ну знаете, друзья, хочу еще вам сказать, напомнить, кто следит за этим, кто не следит Предстоят выборы президента в республике Беларусь Я еще также являюсь главой белорусской общины Волынской области Кто не знает, это западная Украина Что вам хочу сказать по выборам в республике Ну конечно же, мы официально белорусской общиной Волынской области поддерживаем кандидатуру действующего президента Лукашенко Александра Григорьевича Потому что альтернативы его нету Это все прекрасно понимают То, что сейчас творится в Беларуси Пытается раскачать ситуацию прозападной силы Это все у нас было Мы это на Украине проходили И в очередной раз, еще раз обращаюсь к гражданам Беларуси Земляки, не повторяйте ошибки Украины Если вы думаете, что вас не будут раскачивать И вас не будут принуждать к каким-то агрессивным действиям против власти Вы ошибаетесь Будут И в покое вас никто не оставит Если вы думаете посидеть на двух стульчиках А вот мы хотим как в Европе Но и без Лукашенко Да не получится так Будет Даже при всех неоднозначных нюансах по Лукашенко Вот по последним заявлениям В общем, хотите Украины Голосуйте за прозападных политиков Балаболов Которые ничего не дадут Республике Беларусь И вы не думайте еще, земляки Что Беларусь и Лукашенко это на века Лукашенко тоже не вечный Нужно двигаться к государству К единому государству с Россией Я не идеализирую Российскую Федерацию Там такой же буржуазно-капиталистический строй В Беларуси больше к социализму Но тем не менее Это вопрос выживания государства Выживания нации Республики Беларусь Вообще Потому что будет гражданская война Будет Католики начнут Сейчас разделять по языковому По вере религии Католики православные Поверьте, найдут тысячу всяких способов Найдут тысячу разных тем И найдутся те, кто за деньги Как иуды Побегут, как у нас на Украине И будут участвовать в Майдане И в гражданской войне Вот чтобы этого не было Голосуйте за Александра Григорьевича Лукашенко Поддерживайте свою страну Свою республику И желаю беларусам двигаться Все-таки к союзному государству С Российской Федерацией Не болтать А уже пора что-то начинать делать Я надеюсь, что перезбравшись Президент Лукашенко Будет более активный Хотя я опять же хочу Тоже тебе напомнить Что последние заявления Лукашенко Тоже, знаешь, они иногда шокируют И он тоже И во-вторых, он себе не нашел Адекватного преемника Ну как бы он не воспитывает преемников Вот ты понимаешь У них нет ни школы лидеров Нету Я считаю, там идет все Нормально эволюционным путем Еще раз повторяю Будет переизбран Лукашенко Увидишь его действия Он сейчас перед выборами Успокоить это либеральное болото Правда, с ним заигрывать Я бы тоже не советовал Но тем не менее Знаешь, не нужно разбираться В вопросах Беларуси Лучше самих беларусов Беларусы сами Что еще Кто-то ты вспомнил за Беларусью Мне вот интересно Вот этот Не ешь папу Контр-адмирал Это додуматься Он еще Пригласил Пинскую флотилию Подключиться к защите Украины Что такое Пинская Что такое На Припяти Пинская флотилия Ну кто может Не знает А может Три катера И две баржи Как Пинская флотилия Сможет противостоять Ну вообще Флот существует На Украине Если уже на то пошло Это катера Американские Баушные Восьмидесятых годов Защитят нас от чего-то А вот этот комплекс Нептун Ракетный Был ли манчик Существует ли он вообще И что это за комплекс С радиусом поражения До трехсот километров Это анекдот Не тысячу Не три тысячи километров А до трехсот Вопрос еще Это что Пугачи У меня вопрос К не ешь папе Как Пинская флотилия Защитит нас От второй По мощи Армии мира Никак не защитит Двигаемся дальше Хватит Для того не ешь папу Маму Брата Сестру Не надо Акцентировать На идиотах 3 июля Прошел Так называемые Встречи В минском формате Групп В нормандском Формате Групп этих Под групп Там Ермак встречался И казак Со стороны России Что Меня вот честно Я говорю Как гражданина Украины Разочаровала Мы не на одну Йоту Не на одну Один миллиметр Не приблизились К миру А цель не стоит Ну понимаете Режима Зеленского Не стоит Что такое власть Да Вот что такое власть Власть Это гарантия В первую очередь Любой гражданин Знает Что власть Это знаете Как Как Незыблемая Гарантия Того Что человек Будет в безопасности Что он Будет подстрахован Что будет иметь работу Медицинское Обеспечение Социальное Обеспечение Вот что такое Государство Именно для этого Для этой безопасности Для этой гарантии Мы платим Налоги Страхуемся Так вот Государство В виде Порошенко Государственная власть Взяла на себя Обязательства В виде Минских соглашений И Были Там Пункты Да Для исполнения Что мы Что наша власть Обещала Неподконтрольным Территориям И в том числе И Франции И Германии И Российской Федерации Что эти пункты Минского формата Будут исполняться Шесть лет Почти прошло Никаких изменений Новая власть Пришла Кстати Зеленский Пришел к власти Новая власть Исключительно На мирной риторике Из-за надежды Того Что дают мир И Кто Вот Миша Ты мне объясни Может Ну правильно говорят Седьмой год Правления режима Порошенко Просто поменяли Говорящую голову Что Изменилось На Украине Что Демократизация Общества Прошла Какая-то Посадки Какие-то есть Мира нет Посадок нет Экономика Упала Все лежит Ну это просто слова Есть два человека Зеленских Зеленский кандидат И Зеленский президент Вот это должны люди понимать Согласись Ну логично Если Вот смотри 73% Он получил Это Ну подавляющее большинство Что мешало ему В первые дни Когда он пришел у власти Имел кредит доверия Пусть Верховная Рада Была ему не подконтрольно До переизбрания Но Он 73% И Большинство Как говорится Монобольшинство Что имеет Как мужчина Как президент И Путин И Лукашенко То чего нету У Все Стержня Грубо говоря Зрители Прекрасно поняли О чем я У мужчины Должны быть То Что на месте Ни у Порошенко Ни у Зеленского Этого нету Вот в чем наша проблема А что это лишний раз подтверждает Что мы находимся Под внешним управлением Или там говорят Ты за кого голосовал Я говорю Я на бюллетенях писал За компартию Ты что хотел Чтобы остался Порошенко У меня вопрос тоже К зрителям А какая нам разница Вот скажите В чем разница Между Зеленским И Порошенко В чем вообще разница Людей как били на улицах Так и бьют СБУ преследует Преследует Оппозицию избивают Избивают Офисы поджигают Поджигают Закон о декоммунизации Отменен Нет Посадок нету Экономика Провалена Доллар провален Мира нету И не будет Отношения с соседями Никакого Русский язык Там где он сейчас находится Еще и сугубляется Что на телеэфирах Дворится Телеканал КРТ Ньюзван 112 Что имеют на Т2 Сколько миллионов Подворье Смотрит на Т2 Телевидение Почему их не пускают На эти волны Почему этот сегмент Телевизионных каналов На Т2 антенны Почему зачищен Почему зачищено Левое поле Вот задайте себе Товарищи Простым вопросом Почему зачищено Левое поле Вот почему Почему Кумпартия запрещена 500 партий И одна партия запрещена Одна Повторяю Одна Из всех Даже в Соединенных Штатах У хозяев В Европе У ваших У хозяев Режима Зеленского В Европе Я не говорю Внешнеуправляемые Там какие-то Прибалты Политические Карлики И поляки Они всю жизнь На коленях Гильзы будут подавать Это не самостоятельные страны Европейские страны Страны Северной Америки Все имеют Компартии Никто ничего не запрещал И все нормально действует У нас В колониях Это запрещено Это нельзя Гей парады разрешены Компартия запрещена Я знаете Товарищи Я Вспоминая Там 90-е Как еще Вот это Когда взрослел В большую жизнь Взрослую становились Скажите Нашим родителям Это И скажите нам Те кто вырос В 90-х Что Геям Будет быть Безопаснее На Украине Чем коммунистом Быть Но это нонсенс Какой-то Это бред сумасшедшего Это Ну в голову Такое вообще Не могло прийти Что Грубо говоря Заднеприводным Будет Зеленый свет Везде А коммунистов Будут бить Запрещать И Сегрегацию Проводить Но это Это просто Вы понимаете Я не против Там Агрессивно Не против Не против Кого Ну вот я Например Жена Да И я что Хожу по улицам Кричу Я жена С флагом Бегаю На каждом шагу Кричу Ну если ты такой Если ты такой родился Ну ты помалкивай Делай что хочешь И это не повод В общественных местах Лизаться Даже со своей женой Сто процентов Сто процентов Должны быть Всему есть рамки Вот смотрите Когда ли человек Заходит в метро Да Или когда вы Садитесь в самолет Вам объясняют Правила поведения Правильно Для безопасности Это нормально Так В обществе В стране В государстве Есть такие же Нормы поведения Вот Ну это же как животное Я хотел поцеловаться Захотел Аправился Посредине улицы Захотел Там что-то еще Сделал Снял штаны Там Нагадил Демократия Это не все дозволили Это не значит Что можно Справлять Физиологические Физические потребности Где тебе заблагорассудится В общественном месте На людях Или кричать Я такой Давайте мы Сделаем парад Горбатых Да Почему бы и нет Или Завтра мы Доживемся Парад За филистом А почему бы и нет Вы понимаете Если не ставить Логические стопы Логические Как говорится Барьеры Общечеловеческие принципы Моральные Барьеры То мы можем Это Это софистика Понимаешь Да С которой боролись Еще В античные века С софистикой А вот сейчас Это софистика Либеральная Она Нас пожирает И Уничтожает Вот Миша Ты Мы до эфира Обсуждали Да Возмущались С тобой По машиностроению Ну Это Понимаешь Отдельная тема Сейчас мы ее Коснемся Нет Так демократия Можно Демократия Нет Это Как говорил Франко Врагам Друзьям Все Врагам Закон Вот и все Нам по закону Мы для них Враги Почему Потому что Мы Мы Какие-то Машины Комбайны Выпускали Сейлки Значит Мы Враги Мы Демократичная Страна Как они любят Говорить С рыночной Экономикой Я вам скажу Вот Недавно Было Сейчас Мы коснемся Машиностроения Локализации Недавно Был День Конституции Украины Что написано В конституции Первоначально Незалежно Социальная Держава Демократична Социальная Держава Я вам скажу Так В журнале Мурзилка Больше Правды Чем Конституции Украины К сожалению Это 100% Все что там Написано Это ничего Не соблюдается Это Филькина Грамота Никто Не собирался Ее соблюдать И она там Писалась Принималась Под давлением Мы знаем Как это все Происходило Это все И никто Ее не собирался Выполнять Что касается Индустриализации Машиностроения И президент Вернее Шмыгаль Кабинет Министров И Верховную Раду Внесли законопроект Что мы будем поддерживать Своего отечественного Товаропроизводителя На что Посол Европейского Союза Масикас Сказал Два письма Направил Шмыгалю И Этому Верховной Рады Спикеру Как его? Разумков Разумков Вылетело из головы Значит Такой Такой Разумков Да И Направил Письма И что он Сказал Нет Друзья Вы За деньги Которые Или заработали Или мы Вам дали В долг Не можете Тратить На подъем Своего Машиностроения И индустриализации Грубо говоря Не вкладывайте Деньги В свою Экономию Да Нельзя Этого Делать Там Написано Вы Нарушаете Статью 151 Пункт 1 Ассоциации С ЕС Вы думаете Что мы Подписали 15-30% Ну 30 это Так Януковича Свергли Из-за этой Ассоциации Янукович При всех Его Недостатках При всех Его Недостатках Он Почему Сазаровым Не подписал Эту ассоциацию Вот из-за такого Пункта В том числе В том числе И продолжаю 15-30% Мы имеем право Только вырабатывать И покупать Через госзакупки Там Сейлки Там Какие-то Трактора Машины Европа Хотели увеличить До 60 Но я вам скажу Так 15-30 Это тоже Для Филькина Грамота 30-15 Грубо говоря Нам Европа Поставила условия 15 не больше А то Медны купы Да И будете Закупать Все остальное Наше Только мы Захотели Что-то вложить Но это То же самое Например Дороги строить Ну это ж нужно Асфальтоукладчики Катки Экскаваторы Да Куча всяких Техники Мы же можем Сами это вырабатывать Нет друзья Вы этого делать Не будете Какие Ультиматум Европа нам Поставила Банк Европейского Развития Другие Банки Европы Мы вам помогаем Кредитуем Нет Эти деньги Вы будете Проедать Это выглядит Так Банк Европейской Реконструкции Развития Дает Украине Миллиард долларов За этот Миллиард долларов Долгу Которые мы должны Дать Мы должны Закупить Ихние трактора Ихние косилки Ихние северки Их же Деньги Им же Потрати Вернули Еще должны Останется И проценты Оплатить Во-первых Проценты Во-вторых Должны А в-третьих Ты должник Ты никто Ты уже будешь На подтанцовках С протянутой рукой Ты не человек Вот что мы подписали Вот вам Уничтожение промышленности Где Южмаш Сколько самолетов Построено На Антонова Смотрите Все цеха Разбираются Где завод Большевик А Николаевские верфи Полосу Антонова Уже начинает Застраивать Посмотрите Что там Творится Сейчас Где Южмаш Ракеты И что никто Не выпускает Силовые установки На корабли Подводные лодки Катера Все Ничего нет Европе Нужна наша Эта продукция Нет Не нужна Лес Вы вспомните Когда Только заикнулись Сказали Что мы Давайте Прекратим Хаотично Лес вырубать Что посыпалось На нас Европы Да вы не вздумайте Мы вас лишим Та же Икея Через Норвегию В Евросоюзе Истерику Теперь Что они сказали 400 Мы вам дадим Каких-то там 400 миллионов Поддержки На что-то Вы их должны Потратить Мы скажем На что Только вы лес Дальше гоните Вырубайте И гоните нам В Европу И вот Чем обернулась Нам Вырубка лесов На Прикарпатье Что происходит Наводнение Какое И вы знаете Посмотрел Телевидение Ивано-Франковщины Подивился Телебачение И там Чиновники Ти кажут Домогосподарство Яке было Повненьшю Знищене Это полностью Уничтожено Мы выделим Вдумайтесь 300 тысяч гривен Вопрос Любой К любому Гражданину Украины За 300 тысяч Гривен Знищение Домогосподарства Домовладение Уничтожено Это на одно Домовладение Да Можно отстроить За 300 тысяч Гривен Хорошо Частично Слушай Частично Поврежденное 50 тысяч Гривен Это меньше 2000 долларов Кто строился Тот знает Да В хрущевке Ты ремонт Не сделаешь 5000 долларов Минимум Минимум Это сам ты все делаешь Так я имею К чему ввиду Даже за 300 тысяч Гривен В трехкомнатной Хрущевке Ты нормальный Ремонт Толком и не сделаешь Я вот не помню Правительство Англии Заявило Что поможет Там что-то 400 тысяч Или 100 тысяч Я вот не помню Нужно уточнить Американцы дали 100 тысяч долларов Ну вот Я же говорю Вот вам и помощь На противодействие Российской пропаганде На Украине 50 миллионов Долларов А на помощь Поврежденные Реальные Реальные дела Реальные 100 тысяч долларов И вот Вырубают Так вот Еще вопрос Вот эти уничтоженные домовладения Когда люди пострадали На Прикарпатье Они имели Хоть какую-то каплю Державных надр Как он и любит Любит говорить Вот Все Все что Государственное Все принадлежит нам Нам народу Хоть копеечку Кто-то взял Из этих уничтоженных Домовладений Людей Хоть копеечку Кто-то получил Все разошлось Хорошо Европе Европа имеет сырье И хорошо Вот этим Вороватым чиновникам Потому что Они все сидят На взятку А те даже Бедные люди Которые Тышком-нышком Ночью Пилят Спилят эти деревья И под статьей Уголовные ходят Они что там Много получают? Они на хлеб Так он бедный Пошел Пошел спилил Эти деревья Отгрузил И его же дом И пропал Грубо говоря Это трагедия Вы понимаете Это трагедия В ценном богом данные Продали Продали Этот Лес в Европу Привезли Тебе заплатили деньги Ты с этими деньгами Пришел Купил Бензопилу Немецкую Купил Холодильник И табуретку Икея И табуретку Икея И опять деньги В Европу Шли Ты остался С размытым Селом Своим С домом Разрушенные Наводнения То что ты лес Спилил И все деньги Назад в Европу И смотрите Что мы Давайте так Возьмем Экономический Сегмент Что мы До 91 Года Производили У нас была Высокотехнологичная Продукция С высокой Добавленной Стоимостью Машиностроение И все остальное Что мы Сейчас Производим Сырье Товарищи Мы превратились В Африку И то в худшем Ее варианте Что в Индию Индия Поставляла В Британскую Империю Чай Хлопок Золото Сырье Фрукты Сырье Что мы Поставляем Мед Сою Пшеницу Металл Недра И поставляем Да Металл Такой Металлопрокат Болванки Грубо говоря И древесину Ну еще Янтарь Нелегально Что мы Производим То с высокой Добавленной Стоимостью Там где Может кормиться А почему Мы даже Не можем Продать Мучные Изделия И опять же Мы Зерно Гоним Весь мир Мука Макароны Полуфабрикаты Какие-то Изделия По всему миру Распродают Мы этого Даже Не можем Вы же Знаете Куча Куча Даже Пищевых Добавок И медицинских Добавок Мед Прополис Что мы Не можем Грубо говоря Какие-то Витаминизированные Продукт А вот В тих Дишках Я кажу Мы колониальная Страна В колониях Никакой Развитой Индустрии Во-вторых Вот мы Древесину Что мы Не можем У нас Мозгов Не хватает Табуретку Сделать И надо За 100 Баксов У Икеи Покупать Давайте Знаете Что еще Друзья Поговорим Вот На Тему Избиения Преследования Оппозиции Там Бросание Гранат Знаете Что мне Приходит В голову Это ты имеешь Ввиду Последнее По ширину Когда ребят Избивают Когда людей Избивают И средь Белодня И вечера И гранаты Уже бросают И у ПСЖ Да И гранаты Бросают Знаете Я вам скажу Так Первых Первых На Украине Жечь Офисы Начали Коммунистов Антифашистов Комсомола Украины Первые Это 14-15 год В 16-м году Я был Кандидат В народные Депутаты По Черниговской 206 округ По Черниговской области И сам город Чернигов Знаете Даже самовыдвиженец Да Самовыдвиженец И на меня Напали Праворадикалы Я более чем Уверен Это заказ Режима Порошенко И СБУ Это 100% Тут У меня нет Никаких иллюзий Больше Потому что Все Праворадикалы Давайте честно Сами себе Признаемся Все Праворадикалы Подконтрольны Силовым структурам Или МВД Или службы Под государственной крышей Или службы безопасности Украины И вот Это из своих Побед Мне разбили голову В двух местах И это все есть на видео Никто Хочу подчеркнуть Никто Не скрывался Из подозреваемых Все фамилии Мы их всех Внашли Вычислили Передали Правоохранителям Не могу сказать Полицию Полицаем Но это полицай Передали полицаем Передали СБУ Все Дело пошло Там Все Мы разберемся Все нашли Вот уже прошло Четыре года И что Итог Этих четырех лет Эти же люди Теперь Бьют Подожди И Закрыли дело Мы через суд вернули Закрыли дело Через суд вернули Где-то буквально Год назад Мне опять звонят Звонят и говорят Мы закрываем дело Вы согласны или нет Я говорю Конечно не согласны Они говорят Ну доброе И все И положили трубку Вот все Все Чем все завершилось Еще раз повторяю Все виновные Моего избиения Кандидат Народные депутаты Пользуется всеми правами Действующего депутата Верховной Рады Потому что Как кандидат Вот вам пожалуйста Демократия на Украине Я все эти данные И передавал И Шарию И пытался Кому угодно И на Ньюзбан Отправлял Всем рассылал Вы думаете Кто-то что-то сказал Нет Хотя бы сказал Никто ничего не сказал Слово Не полслова Я вам более того скажу Иногда Там Шари еще Подхихикивал Там коммунисты Там ха-ха-ха Хи-хи-хи Побили там Знаете Вот это Неуместные вот эти шутки Ёрничал Да Ёрничал И то открыто Но это Некрасиво выглядит Я вам так скажу И вот Когда их начали Лупить самих Убивать Как нас Да Как нас в свое время Вы посмотрите Как меня изуродовали Меня цепью Уродовали По голове По всем Вы посмотрите Фот Цепью от бензопилы Там в оморок Люди падали Когда видели И Некоторые люди Позволяли себе Какие-то там Насмешки Там Да правильно Тех коммунистов Надо Я еще раз повторяю В том числе И Шари С ним там Некоторые его Сподвижники Я не говорю Что они там Прямо говорили правильно Нет Ну подхихикяли Ёрничали Знаете Я не скажу Что они были удручены Этим Вот так вот скажем И Что Дальше Произошло Шари Начал Немножечко Ну все Это знаете Не надо скрывать Не надо Семь пядей Во лбу Интернет Все открыто Там заигрывать С ними Там знаете Вот мы всех ждем И националисты Могут к нам Приходить Он думал Получит индульгенцию От националистов Что мы там Будем заниматься Своими делами Мы всех Принимаем И помните Что он Собчак Сказал Мне там И Гитлер Не сильно Там плохо Я не осуждаю Это его мнение Ради бога Все кто борется С нынешним режимом Я считаю Своим Союзником Союзником Может временным Может на долгосрочно Как получится Но Я как левый Как коммунист Я считаю Что Мы сейчас Все в одном Вокопе Так же Как и Украинская Православная Церковь И все остальные Это объективно Нужно на это Смотреть Все прагматичные Семьи И мне Очень больно Смотреть Когда Начинают Вот это Избивать Оппозиционеров И Никто Там за нас Не заступился Но и Бог с ним И Что мне Приходит на ум Это пастор Мартин Немеллер Что он сказал Когда Нацисты Пришли За коммунистами Я молчал Я не был коммунистом Помните Это Классические слова Вот когда Нацисты Пришли за коммунистом Молчал И о пассажир Молчал И Шарий И все остальные А некоторые И И этот Оппозиционный блок Я же говорил И оппозиционный блок И А некоторые Даже открыто И подхихикивали И чего скрывать Некоторые Оппозиционеры Якобы И Рады были Вот они думают Так Коммунисты Уйдут С электорального Поля Мы поделим Их жирный кусок И заживем И пойдем В Верховную Раду И будем Свои мутки Мутить И будем Мутить И хорошо И левой партии И Кива Создавал И союз И союз левых сил Создавался И И ничего Ни у кого Не получилось И этот Каплин Создавал И Мороз Ну вот Давайте так Убрали коммунистов С левого поля И как Поганки Повспывали Наклепаем Столько Сколько Нужно Как Кучма В свое время Сказал Когда было КПО Объеднано Сколько Надо левых партий Столько Создадим Вот нас создавали Левых партий Хорошо Что Эпилог какой Кто хоть набрал Выборок Вообще Кто-то из левых Хоть участвовал Компартию зачистили И без Компартии Левого поля Нету Но я всегда Говорил Друзья Давайте Объединяться Левые особенно Левые антифашистские Организации Все прагматические Силы Все кто За интеграцию С Белоруссией Россией Все кто За дружеские Отношения С нашими соседями И в неблоговый статус В неблоговый статус В том числе Давайте Объединяться Без условий Без всяких условий Там больше Меньше Старше Это время уже прошло И знаете И без вождизма Я и всех Всех прошу Всех призываю Товарищи Все таки Давайте уже Наконец то Левые И левоцентристы Давайте уже Объединяться Давайте что то делать Потому что Только в едином кулаке Род фронт Это кстати Не Сореса Символ Это род фронт Кто не знает Это они взяли Приватизировали Простой пример В Германии Линке Объединились Пять коммунистических партий И где то около 15 левых и левоцентристских Вот вам пожалуйста И линке достойно представляют Левых Что к этому привело Объединение Мы уже видим В Чехии Какой Понимаете Не важно Понимаете Не важно Как мы назовемся Каждый борется При объединении Каждый борется Вот на базе моей партии Или на базе моей Да Вы поймите Что это Это время Это 19-20 век Объединяемся Понимаете Все ровные Но я ровнее Так же как вот В православной церкви Хочет Варфоломей быть Равный среди равных Но я ровнее Но я ровнее Вот точно так же Мы сталкиваемся Мишем Давай Пусть телезрители же знают Сколько мы провели встреч По объединению Умечения Не пальцев на руке А волос на голове не хватит Сколько левых партий Левая позиция И что Почему она из-за Граждизма Сколько левых партий Мы чая перепили Пять бидонов чая Выпили Эпилог нулевой Почему С кем не садишься Давайте объединяться Но на мне Печать у меня Я буду Я буду У нас будет Как говорится Комитет Но буду я над комитетом Ну не важно Понимаете И мы опять Присмотрите Простой пример Товарищи Знаете Чтобы уже как ухватиться Было за что пощупать Вот левая позиция Мы создавали в пятнадцатом году Без персоналей Да Без персоналей Мы Левых собрали И будем принимать решения Сообща И одна из левых партий Товарищ Сказала А я хочу Помните премьер-министра Когда там Убрали Яценюка Она говорит А я хочу выдвинуть Свою кандидатуру В премьер-министра От левой оппозиции Собрала Свой круг Общественных организаций Которые Входили в левую позицию Проголосовала И подала кандидатуру А потом сказали А там и коммунисты Все Вот левая позиция Подала Ветренко На Премьер-министра На премьер-министра Нацистского режима Порошенко Это что Это нормально Вот зачем такое дело И на этом А потом говорят Левые не могут объединиться И на этом Все закончилось Вот почему все И полетело Вот этого А из-за чего Все полетело Из-за вождизма Вождизма Ну я же об этом И предупреждал Понимаете Ну смотрите В Чехии договорились Левые Прошли в парламент В Германии договорились Прошли в парламент А мы не можем договориться Вот поэтому Мы и не в парламенте Не договороспособны что ли Что они хуже других Поэтому мы Левые Я не говорю Мы коммунисты Нет Не важно А мы левые Мы не представлены В парламенте Даже в местных советах Мы не представлены Вот из-за этого Тупорылого вождизма 19 века Я уже не говорю За 20 19 века И что хочу сказать Вот этим ребятам Из партии Ширия Вы идите вперед Никогда не останавливайтесь Никогда не останавливайтесь Победа Помните это выражение У кого правда За кем правда Тот и победит За нами правда За вами правда И режим Зеленского Не на века И все эти люди Которые чинят Вот такие Беззаконные вещи Средневековые И все кто отдает Приказы им На это Они все будут отвечать Поверьте И товарищи И с ОПЗЖ И партии Им гранаты бросают А они не сдаются Я только могу Вам Вот только Побладеть И партия Ширия Вы молодцы Значит вы все правильно делаете Идите вперед И не сдавайтесь Если обратитесь Чем сможем Тем поможем Да И еще говорю Почему Все олигархи И власть И посредством СБУ Почему они Козни чинят Что нибудь Лишь бы левые Не объединились Левые и левые Центрители Ну это страх Животные Понимаете А мы должны Объединиться И вот мы Призываем Вот мы с Мишей Мы призываем Давайте собираться И обсуждать Не надо Понимаете Все объединения Почему-то Всплывают Перед выборами Вот сейчас Местные выборы Мы подождем Даже если мы И не успеем Да Мы подождем Пусть местные выборы Пройдут Кто как хочет Пусть объединяется Мы не будем Вот Мы не будем Нагнетать Да Бежать и в эти сани Вскочить Мы подождем Пусть выборы пройдут Мы не попадем Ни в местный совет Там никуда Допустим Но давайте так Пусть пройдут выборы Решайте свои задачи Кто решит Кто нет Но мы призываем К объединению Всех здравых Левых Левоцентрические силы Рано или поздно Это должно Произойти Это эволюционный процесс Это вопрос Выживаемости Левых И Вопрос Выживаемости Нашей страны Но повестки дня Не будет Если объединение Будет Давайте попадем В парламент А там разберемся Давайте попадем В такой-то городской Или районный совет А там посмотрим Если с этой риторикой Прийти на объединение Ничего не будет И знаете Друзья У нас прошла Недавно Скайп конференция Комсомольских организаций МСКО ВЛКСМ Это Комсомольские организации Бывшего Советского Союза Республик И там участвовали Комсомольские организации Узбекистана Грузии Молдовы Белоруссии Россия Украина В общем Все постсоветское пространство Знаете Что я хочу Подчеркнуть Что Коммунисты Есть Во-первых Во всех странах Коммунисты Продолжают борьбу Левые продолжают борьбу Где получше Где похуже Где коммунисты С левыми объединяются Где еще В процессе объединения Но Все стонут Все народы Бывшего Советского Союза Стонут Под гнетом Вот этой буржуазной Вот этой экспансии Грубо говоря Рабоводельческой Вот такой вот Дикого капитализма Имперской Вот этой Ихней империализма Вот этого И Что меня Поразило С комсомольскими Организациями Говорить Ну реально Ну вот говорят Там Донецкая Луганская Республики Можно там Назвать их Чтобы не преследовали Тебя там СБУ Там Юстиция Там Прокуратура Так называемые Республики Донецкой Луганской Ну там Ребята Что говорят Может они Бы и готовы Пойти Ну вот они говорят Ну мы готовы Пойти Ну как Идти Ну с откровенно Националистическим Нацистским режимом Ну откровенно Агрессивный Вы посмотрите Какие заявления Люди Хотят Мира Поверьте мне Вы Просто может Знаете Есть хорошее Выражение Такое Чем дальше От Донбасса Тем больше Специалист Вот это Сами Донецкие Кстати Их придумали Люди сидят В Киеве Во Львове В Житомире И мнят себя Супер Специалистами По Донбассу Те же Что и в Минск Кстати Ездят Думают Что они Все супер Разбираются В этих нюансах Почему Настаивается И минский Формат Чтобы говорить С республиками Ребята Это наши граждане Это украинцы Вы поймите Товарищи Нам нужно С ними Непосредственно Говорить Непосредственно С ними Нужно Решать вопрос Тем более Люди Идут на Контакт Они сколько Раз Заявляли Жители Руководители Так называемых Республик Донецкой Луганской Сколько раз Они говорили Мы готовы Говорить Наверное Не счесть Уже пять лет Говорят Или шесть Мы готовы Говорить Но почему С ними нельзя Говорить Я вот не могу Понять Смотрите Давайте мы Рассмотрим Вопрос Китая Гонконг Макао Одна страна Две системы Ну неужели Мы тупее Тех же Китайцев Ну китайцы Пришли К общему Знаменателю Давайте Мы В девяносто девятом Году Когда Сянган Входил В материковый Китай Но в одно Государство Мы не трогаем Вас Что такое Это обозначает Своя полиция Местное самоуправление Своё местное самоуправление И внутри Внутри Вы полностью Разбираетесь У себя Так как вы хотите Они даже на Олимпиаде Под своим флагом Выступают И никаких вопросов И всё нормально Что просит Донецк Луганск То же самое Но почему-то Китай смог А у нас что Мозгов не хватает У меня вопрос Вот Товарищи Подумайте сами Что просит Донецк Свои силы Самообороны Полиция Пусть временно Можете даже Сроки себе Указать Например Подписываем Как там Китай На 50 лет Вот 50 лет Мы Согласны На такие условия Своё Мы не лезем Во внутреннюю политику И своё правительство Вы сами будете выбирать В том числе И украинские партии Тоже могут Так Этот же пункт То что ты сказал Оно же в Минских соглашениях И есть Как Как гласит Они проводят Свои выборы Если ОБСЕ Признаёт Эти выборы Как Демократические Транспарентные И открывают Границу Да Тогда открывается Граница И тогда Наша Киевская Власть Ведёт Диалог С признанной ОБСЕ Местной Властью И тогда Украина Как и положено Нормальному государству Берёт контроль Над границей Чтобы вся граница Была защищена Вот ещё раз говорю В чём проблема Вопрос К режиму Зеленского И вопрос К гражданам Украины 73% Проголосовали За Зеленского И Коломойского Зеленский Тире Коломойский Что люди этим Подчёркивали Мир Люди мира Хотят У меня вопрос Почему Не могут решить вопрос Поставьте меня Михаила Кононовича Президентом В течение месяца Был бы мир Потому что Я вам обещаю Поставьте Коммуниста Или левого Президента Настоящего Патриота Настоящего Ну а левый Социалист Это Коммунист Это Априори Патриот Поставьте Или Как Венесуэле Угачавос Поставьте Как В Белоруссии Александра Григорьевича И поверьте мне Решили бы вопрос За две минуты Просто политическая воля Нужна и мужская воля И почему ЕС Вот с машиностроением И лесом Почему-то ЕС Не стесняется Заниматься Протекционизмом Соединённые Штаты Не стесняются Заниматься Протекционизмом А для нас Это как ругательство Какое-то Государство Обязано Заниматься Протекционизмом Это его прямая задача Это его прямая задача Продвигать свои товары Продвигать Агрессивно Где надо Где надо И кулаком Как говорится Стукнуть Вы понимаете А то мы Сдали Мы сдали Свой суверенитет Мы так боялись Что Путин Заберёт наш суверенитет Что мы отдали Чёрт знает Своему миру ЕС Без войны И без ничего На раз два Вот смотрите Они сейчас начали Говорить за двойное гражданство Я так себе думаю Но С чего бы это То бились 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 Двойным гражданством Не дай бог Ни в коем случае Чтобы русских паспортов Не наводнили А сейчас согласны А потом До меня дошло Почему они захотели С двойным гражданством Они же В законе О продаже земли Внесли Что только граждане Украины Вот для чего Им двойное гражданство Чтобы Тут же Коломойские Все олигархи Имеют же Двойные Тройные Так вот Что они хотят Чтобы Американец Гражданин США Великобритании Неважно Какой другой страны Получил Второй паспорт И оформил Эту землю Не на свой Английский Или паспорт США А на украинский Гражданин Украины Придбав землю Что вы хотите Вот Так вот К чему Они нас и оболванили И они Тихонечко Тышком-нышком Ведут Двойное гражданство И Начнут землю Распродавать Второй нюанс Они уничтожили Нашу банковскую систему Это вдумайтесь Согласно Законодательству Национальный банк Не подконтролен Украинскому суду Это как Называется Это как Понимать Вот так и называется Это как Понимать Вот так и понимать Земля уже Не наша Банковская система Что наше Вопрос я задаю И смотрите Даже лес Какой позор Для Зеленского Зеленский Понимает Что На Украине Живет 30 миллионов Граждан Все Поразъезжались Распорошены И он уже Говорит Я Свертаюсь До вас Вед имени 50 миллионов Украинцев По всему Свиту Ты что Больной Тебя что Выбирали Украинцы Канады Тебя выбирали Украинцы Живущие В России Которые даже Не имеют Ни гражданства Ни права Или в Аргентине Кто дал тебе Маразматик Ты Клоун Кто дал тебе Право Обращаться От имени 50 миллионов Украинцев Которые Тебя не выбирали От имени Галактики Уже Ты слабо взял Возьми От имени Галактики Ну так Если он Обращался От имени Украинцев Сколько Украинцев В Российской Федерации А им Дали Проголосовать Ну вот Я об этом И говорю Так Действительно Маразм Как он Может Обращаться Еще Что хочу Вам Напомнить Вот смотрите Что происходит С нашей Землей С нашей Экономикой Помните Вот эти Выражения Когда мы читали Про Латинскую Америку Там Латифундия Эскадроны Смерти Политика США Сейчас Полностью Как задний Двор Латинская Америка И никто Не имеет Туда Влазер Сейчас Восточная Европа В частности Украина Это тоже Задний Двор Как оказалось Американского Империализма И капитализма Смотрите Эскадроны Смерти Есть Все идет По схеме Есть Избивают Убивают Уничтожают Калечат Кто Состоял В эскадронах Смерти Латинской Америки И у нас Тоже Зеркально Осужденные Наркоманы Люмпин Пролетарят Алкоголики Трезубы Трезуба Во рту Мы их Называем Асоциальный Элемент Скажем так У нас Разве Не то же Самое Вы На этих Митингах Азова Нас Дружин Словите За руку Спросите Кто из них Работает Налоги Платят Ты понимаешь Они ходят В будние Дни В рабочее Время Ходят Митингуют Или Вылавливают Бьют Людей Вопрос Когда человек С 9 до 6 На работе Как он Может Этими Бесчинствами Заниматься Дальше Да Все правильно Дальше Что Латифундия Берем Далекое Слово Про Латинскую Америку Из Латинской Америки В свое Время Поделали Грядки Капиталисты Как у нас Повыкупали Землю И выращивают Каучук Бананы Там Какие-то Кофе Тростник И все Разделение Труда И все Идет Продукция На Западные Страны Смотрите Что Сейчас Что Украина Почему У нас Яблоки По 50 По 60 Гривен Бананы Знаете Клубника 75 Вынница Написано 75 Гривен Яблоки 60 Гривен Написано Житомир И Сзади Бананы Эквадор 25 Через океан У меня Знаете Что Ассоциация Какая Первые мысли Из Всех Этих Фруктов Только Бананы На Украине Выращиваются Потому что Они 25 Клубника 75 А по картошке Проешь Подожди Проедь 20 километров От Киева 75 Гривен Яблоки 60 Эквадорские Бананы За 12 тысяч Километров По 25 Гривен Клуб Картошка Дальше Ну как Эта картошка Может быть По 17 По 20 По 25 Гривен В сезон По 16 По 17 Гривен Ты помнишь Люди Сфотографировали В ТБ Наша Отечественная Картошка 30 Гривен Раннее Это в начале Сезона А египетская 22 Гривен Это нонсенс Я вам так скажу Почему Это все Происходит Почему Наш лук Будет По 17 Гривен Узбекский Уже молодой Будет По 6 Гривен Сейчас Да потому Что Из Украины Сделали Ту же Латифундию Когда Выращивали Тростники Бананы Но не урожай Бататы Или картошки Был В Латинской Америке Голод был Почитайте Поинтересуйтесь У нас То же самое Что На вывоз Что Европейцы Заинтересованы В покупке Заказчики Семечка Подсолнечное масло Это Пшеница Зерно И рапс Вот что Они на вывоз Готовят И мы там Декларируем Мы Украинцы Входим В друге Третье Или четвертое Миссы По продаже Зерна Ну а нам Что с этого Американская Компания Выкупила Землю Это сырье Насеяла Себе зерна Продала Деньги Забрала Американцам В Америку Или в Канаду Там Или куда Но они сами Экспортеры Например В Египет На запад Ушло Тоже Зерно Вот и все Мы только Грядка А то что Картошка Не урожай И она будет По 20 гривен Это что Что у Боригенова Проходит Это никого Не интересует Помните Смеялись Специально Нам Втюхивали В наши мозги Что Плановая экономика Это всегда плохо Так вот Когда-то Допустим На 52 миллиона Граждан У СССР Всегда Планировали Под картофель Нужно столько-то Все правильно Миллионовые Вся Европа Переходит На плановую Экономику О чем там Говорить Вот вам Пожалуйста И Советский Союз И его Система И его А доказательства Этому Бюджеты На 3-5 лет Принимаются Не на год И когда-то Было Под картошку Столько-то Тысяч Гектар Под это Столько Под морковь А теперь Миша правильно Сказал Теперь у нас Один сегмент Семечко И зерно Раз Уже Никто Никто Не считает Сколько мы Картошки Должны И мы И допустим Из Энного Количества То что нам Надо Мы посадили В 5 раз Меньше Потому что На семечке Можно больше Заработать Вот вам И картошка По 30 гривен Если бы не белорусская Картошка Цена была бы И по 40 И по 50 Это еще Спасибо Соседям Нашим Вы понимаете Вот мы С Мишей 10 лет В армии Прослужили Были на многих Парадах Были на многих Концертах Вы знаете Любой В Одесском институте Сухопутных войск Любой Духовой Оркестр Гарнизонный Оркестр Каждый Гарнизон Когда-то И даже Воинской части Всегда достойно Да Ну вот Гарнизонный Оркестр Это Насколько Красота Ну заслушаешься Это Это вы понимаете Для нас Для славян И для любого Человека Духовой Оркестр Это что-то Ну это Прекрасное Это прекрасное Это Что-то Прекрасное И Как можно Вот Армейский Духовой Оркестр Так опустить Обезобразить Опошлить Я даже не Опошлить Это громко сказано Что-нибудь Вот это По-украински Что-нибудь Мы хотим Чтобы вы Дорогие Наши телезрители Посмотрели Этот ролик То что Во что Превратили Новая Реформа Во что Превратила Даже тот же Духовой Оркестр И уровень И качество Офицеров И Вообще Это Знаете Это лицо Украинской армии К сожалению Я как военный Не могу Другого Сказать Вы понимаете Мы Своё мнение Моё мнение Что То что вы Сейчас увидите Это происходит И в государстве И в армии Свои Мнения Комментарии По поводу Этого ролика Да и нашей Телепередачи На В Ютубе На страничке Канала КРД Киевская Русь Пожалуйста Комментируйте Вот честно Говорю Вот мне Очень интересно Я у себя В фейсбуке Разместил Тысячи Тысячи Комментариев Хочу Чтобы вы На В Ютубе На страничке Канала КРТ Тоже прокомментировали Очень интересно Послушать Особенно Тех Того поколения Которое Служило В нормальной Настоящих Военных И офицерах Да В нормальной армии Кто помнит Духовые оркестры Даже Кто на Севастопольской Площади Или в парках Даже в парках Когда-то играли Духовые оркестры Вот просто Интересно Послушать Ваше мнение Духовые оркестры Высшим До свидания, дорогие друзья. До свидания, товарищи, до скорой встречи.